Оля! Здравствуйте! Да соберитесь вы с мысками в конце концов, слушаю! Хорошо, здравствуйте! Жалуйтесь! Урок не будете? Вас не учили? Не, не буду стараться Мне бы вас быстрее всех Ничего страшного Компания БОСУ Антонов Алексей Человек Меня зовут Ротгер записывает там Бюро судебного взыскания Серега Николаевна, могу я вас слышать? Ну, услышь Услышь Женщина, вам плохо? Не, мне хорошо, я тебе две минуты даю Давай Я упрощу Давай свою информацию по-быстренькому Да я, конечно Помолчи тебе, я говорю А вот ты что, ты что за дядю Вы что, не упивали? Нет, ты мне еще не налил Точно не упивали? Ну, ты врач-нарколог, определишь по телефону? Я спрашиваю Зачем? Сколько выпили сегодня? Растерялся? Ты растерялся, ты не знаешь, о чем поговорить со мной? Это из похмелья Я на уме только выпивка А? Спиянь Сириус Трейдер Быстрее говори, некогда мне с тобой Смотрите, сидеть тут Выслушай свои сопелки О, труханул, труханул Лужу там под табуреткой Да? Давай Эй, дяблики сириус Трейда Помогите вот этому удоту Пусть он в себя придет Никто тебе помочь даже не хочет Микрофон отключился А, рот сидит Не отключил микрофон Просто тихонечко посапывается Так ты что хотел от Ксении Николаевна? Наверное, взыскать просроченную задолженность Так, давайте обсуждать Ну, дождите, до обсуждения еще далеко А, сначала виноводочные, да, продукции будет? Верно, я так понимаю, это вы, да? Верно тебе придет Верно, верно Что за компания? По нелем позвонила? Ну, да, чуханы Теперь извиняйтесь тогда И продолжим Давай быстрее Тебя уже осталось Я же говорю, извиняйтесь и продолжим Что делать? Извиняйтесь, я говорю Ублюдина Ублюдина, обиделся Извинения просит Послушай, я тебе, наверное, тогда Чтобы до конца сегодняшний день испортить Могу еще побольше ласковых слов сказать Вы Неумытые, грязнородные чудики Каких извинений хотите Вы можете только свой адрес Слушать исключительно негативную Ненормативную лексику Потому что вообще к людям И я не отношу вас вообще к тем Кому можно относиться с уважением Понятно, только свой адрес Сириус Трейд будет послушать Очень грубо и нелестно Не нравится? Пошел вон отсюда Вот так нужно Сыскал? Еще хочешь денег? Я думаю, что ты не хочешь больше денег Они тебе абсолютно не нужны Актини Николаевна Разговаривай громче Я понимаю, что тебе страшно Информация до тебя дошла Главное Я рада, что сегодняшний день Я тебе испортила Как приятно Костя, до какого-нибудь одного человека Ну тебе, подлюка, отомстила Вон время прошло Время не знаешь А надо было в школу ходить Там еще во втором классе учат Время Не, ну вот это вот твое мычание какое-то Я понимаю, что ты, конечно, зароден Еще тот, не сформировавшийся Ну, как-то давай поактивнее Была возможность, вы не воспользовались Ожидаетесь? Ну, тут все, тьфу на тебя Да Алло Да Добрый день, меня зовут Заматаева Елизавета Дмитриевна Старший специалист отдела клиентского возникновения АО Альфобанка Разговор записывается Анна Александровна, извините Я Я вам звоню, касаю на вашу задолженность Перед Альфобанком Сумма долга составляет 30 410 рублей Оплатить ее необходимо с учетом ареста на счете Либо в обход ареста, то есть через кассу Альфобанка Либо через терминал До 16 июня 2021 года Какие у вас перспективы на обладу? Я думаю, что у вас перспектив на получение от меня денежных средств нет никаких Почему вы так считаете? Я так считаю, потому что мною денежные средства носиться не будут Соответственно, у вас перспектив на получение денежных средств нет Вы когда вопросы задаете, вы думаете, что спрашиваете? Почему вы так считаете? А вы что предпринимаете для того, чтобы ваш долг оплатить? Разговариваю по телефону За что? Ничего Больше ничего не делаю Только с вами разговариваю по телефону А в чем причина вашего бездействия? У вас есть работа сейчас? Вы не получаете зарплату? Причина в отсутствии желания оплачивать Альфа-банк А после того, как пошли в банкет Это желание, оно вообще напрочь улетучилось Думаю, кому я платила раньше деньги? Кому я раньше оплачивала? Это же так Это же не банк Это какой-то сарай Зачем вам задолженность, которая у меня имеется перед приставами? Она вас каким боком касается? Вы сейчас говорите, что Альфа-банку принципиально не оплачиваете Принципиально Вот у пристава сколько там висит эта задолженность? 11 тысяч рублей Но она еще будет висеть там долго-долго Потом появится еще одна у пристава задолженность Да, будет возложено еще одно исполнительное производство Потому что Альфа-банк пойдет за судебным приказом Я думаю, что даже отменять его не буду Появится еще одна задолженность Потом еще одна появится Их там много появится у пристава Только они как висят, так и будут висеть Сумма-то неизменна Почему? Не потому, что пристав не работает А потому, что пристав никак не может найти Имеющиеся у меня денежные средства на счетах Потому что на моих счетах их нет Как бы он не пытался найти Их там нет Потому что я знала, что будет возложено исполнительное производство И предприняла все меры для того Чтобы на моих счетах денег не было Чтобы они были в моем кошельке только И все Да, и по поводу имущества тоже Как бы вы не хотели взыскать меня Вы думали, что вы, может быть, меня обеспечительными мерами сможете остановить А у меня нечего наложить арест Мне продать нечего, подарить нечего Все уже подарено и раздарено и продано И не мной На мне ничего и не было Ну, хорошо А вам известно же о том, что Здесь 1093-й Кодекс Это стендарно Опять нестит образ Вы просемельник, если бы хотели, наверное, сказать Пожалуйста, ваше право обратиться в суд Для того, чтобы доказали, что у нас с супругом имеется имущество, которое мы приобрели совместно на деньги, полученные банком Доказывайте это Никто у вас ничего и слушать не будет Чего вы не докажете Это 45-я статья Семейного кодекса Не надо, пожалуйста, не зная статьи, ссылаться на нее Не надо Вы изучите ее Изучите прям, знаете, как Прочитайте сначала Потом прочитайте с комментариями Потом изучите судебную практику Которая по этой 45-й статье А потом вы уже будете заемщиком как бы озвучивать Что, если вы совместно с своим супругом купили Да, и в суде выяснится, что деньги действительно совместно были потрачены Ну, тогда надо супругу каким-то образом привлечь Супруг мой вообще не в курсе был про этот кредит Вообще ни слова не знал Так, подпись есть моего супруга? А, нету Вот и я ему не сказала А денежки я там на свои личные нужды потратила Поэтому его никак не притянуть Ага, отказываюсь, да Нету, я же, вам же закон не запрещает право Ой, не запрещает Что значит скрываю? Я ничего не скрываю Вы докажите, что я имею их и скрываю Пока это просто голословно Вот вы скрываете свои доходы Аля-ля, как хорошо Ну и пусть так будет В суде нужны доказательства Если вы говорите то, что я скрываю Предоставьте официальный документ Подтвердающее, что у меня есть доход официальный Пожалуйста, предоставляйте Я же вас сегодня слушала Почему вы продолжаете А почему вы Абсолютно человек, который Некомпетентный в этом вопросе Начинаете, продолжаете мне Говорить ерунду Вы же понимаете, что я вас Статьяне, знанием нормативно-правовой базы Просто я вас забиваю Забиваю в устном формате Для чего вы продолжаете? А я оспариваю? Я вам произнесла, что я не заключала договор с вашим банком Что у меня нет договорных отношений Я это не произносила Я вам просто сказала Пожалуйста, отправляйтесь в суд Напишите на меня, моляло Пусть суд со мной разберется Я переживу Если вы со мной попрощаетесь Я спокойно к этому отнесу Вы уйдете, другой придет Будьте готовы к тому, что через суд Вам придется, скорее всего, оплатить еще и работу суда И судебных приставов То есть госпошлины Не скорее всего А госпошлину мне придется оплатить И 7% исполнительского сбора Мне тоже придется оплатить Потому что это закон А с законом как спорить Я же вам до этого ранее сказала Что я даже приказ судебный отменять не буду Потому что я не отказываюсь от того Что заключал с вами договор Но я, конечно, посмотрю ту сумму, которую вы В заявлении о выдаче судебного приказа напишите Если она меня устроит, то ради Бога Несите, пожалуйста, судебный приказ Службу, Федеральную службу судебных приставов Вопросов нет Ага, вы меня не услышали То, что мне даже вам нечем-то оплатить будет И пристав не сможет у меня ничего найти У меня нет ничего Вы поймите, у меня ничего нет Иногда функциональная производство Длятся по 10 лет Если вы действительно намерены Вашей задолженности в коллекторское агентство Можете, да В коллекторское агентство В отличие от сотрудников банка Обычно работают посредством личных выездов По вашему договору Согласно федеральному закону Возможно, один личный выезд в неделю И что? Ну, приедет ко мне какой-нибудь сотрудник ПКБ Первого коллекторского бюро, например Либо другого коллекторского агентства Вот приехал он ко мне И скажет Пожалуйста, внесите оплату Вот вам требование Внесите оплату Он что приедет меня? Он приедет меня убивать Он будет насильно меня Применяя физическое насилие Ко мне заставлять оплатить Вот вы когда говорите про коллекторов Вы на что надеетесь? На то, что он сожжет мой дом? Или там похитит меня Вывезет куда-то в лес Будет требовать там Сменять и денежные средства Анна Александровна В нашем с вами разговоре Нет, в нашем с вами разговоре Вы каждый раз И за дня в день Предупреждаете о том Что возможно Вы уступите право Требования коллектора Я не вижу отличий Между тобой и другим коллектором Что они взыскание производят Что ты производишь взыскание От того, что ко мне приедет коллектор Каким образом изменится Моя дальнейшая судьба? Чем мне это грозит? Ответьте мне По телефону А с коллекторскими агентствами Ну приедет ко мне коллектор Я ему плюну в рожу его И он уедет от меня Дальше что? Вы думаете, что коллектора Такие ненормальные Приедут совершать Уголовно наказуемое преступление Что они вот за эти копейки Прямо все готовы Сидеть в тюрьме И совершать Разбои, грабежи С вами прощаюсь Мы оставляем за собой право На дальнейшие меры По взысканию Всего доброго Да вы идиоты Алло Здравствуйте Меня зовут Я письма не получала Письма мне не приносят А при чем здесь письма А при чем здесь письма Аксения Олеговна Чтобы вы мне этот вопрос Не задавали Вот вы мой адрес не знаете Где эта улица Где это дом Где эта девушка Что я влюблен Аксения Олеговна У вас имею Конечно знаем Ваш адрес Адрес регистрации Нам известно Так при чем здесь адрес регистрации Когда у вас здесь не решена обязанность Так если вы мне письма не пишете Значит вы моего адреса не знаете А вы письма не пишете А вопрос задаете Получала ли я письма или нет Как вас понимать Задаете каждый день Один и тот же вопрос Пока вам На протяжении месяцев шести Скрипт не поменяется Вы будете каждый раз задавать этот вопрос А вы письма получали Да Я вам сейчас про письмо вопрос задавала Нет А я вас потому что обломала Вы теперь листочек переворачивайте И дальше продолжайте У вас имеются обязательства Не выполненные С кем там С лайф каким-то С кем-то с каким-то Что-то там непонятно Там уже срок исковой давности Все пропустили они Разговаривать с вами не о чем Пойдете Пойдут в сынском Заявим о пропуске Все Вопросов к вам нет Можете быть свободны Расслабьтесь Не напрягайтесь Угу Писимо Пока-пока Да Алло Да Алло Алло Бурана Алексеевна Да Здравствуйте ООО КФ Меня зовут Борисова Затьяна Николаевна Ведет В записи разговора Звоню по поручению Почта банка По состоянию На 15 июня Сумма вашего долга Составляет 484 тысячи 915 рублей 66 копеек Почта банк Выставляет требования Немедленной оплаты Долга Не позже 16 июня Оплату через какую Платежную систему Вы будете проводить? Черкаши Что-что? Платежная система Черкаши Какого числа Какую сумму Вы будете вносить? А какую сумму Необходимо внести Чтобы выйти Из просроченной задолженности? Банк имеет к вам Предложение По этому поводу В случае внесения Гарантийного платежа В размере 73 тысяч Вам будет предоставлена Реструктуризация Вашей задолженности Хотите воспользоваться Таким предложением банка? Не, мне реструктуризация Не нужна Мне надо заплатить И чтобы у меня Больше не было вопросов Таких с банком Но в таком случае Выносите всю сумму Я спросила Какая сумма Для полного закрытия Для полного закрытия Долга 484 тысячи 915 рублей 66 копеек Я вам ее озвучу Да Когда вы будете оплачивать Не будем откладывать Давайте я сегодня После 18 часов Внесу оплату полностью Назовите, пожалуйста Под запись разговора Вашу фамилию Имя, отчество Сумма платежа И дату оплаты Мы работаем с вашим кредитором На основании Агентского договора Вы просто Наделены правом Просить И озвучивать информацию Нет, не спросить Неправда На основании Агентского договора Ваш кредитор Передал нам Право Креживания Этого долга Светлана Алексеевна Вы на свой улучшили Условия кредитного договора И законодательства Российской Федерации Просящие души Одно и то же Потому что жизнь Заставила вас быть И людьми Я поняла Вы не имеете намерения Вносить оплату Хорошо Система Черкашин Я поняла Вы будете Монолог Монолог свой Продолжать Вы там ловите Эту оплату А потом Кредитору перейдет Назовите Пожалуйста Сумму Дату И фамилию И имя отчества Когда вы будете Вносить оплату Не может даже Меня кто-то внести Если это не я То кто же Полляма внесет Кроме самого Заемщика Ну нет таких Возвратителей Третье лицо Может внести Пожелание Нет у меня Такого третьего лица Хотя было бы неплохо Если в моей жизни Такое лицо Появилось Да и с легкостью Вы оплатили Светлана Алексеевна Почему вы не хотите Оплатить Гарантийный платеж И получить Реструктуризацию Зачем Реструктуризация Это же Уменьшение Суммы Ежемесячного Платежа На увеличение Срок Кредитования Что приводит К еще большему Увеличению Суммы Которую Необходимо Будет оплатить Вы понимаете В какую кабалу Вы мне предлагаете Залезть Проценты Не в том положении Правее продать Вы ожидаете Поступления Денежных средств Срок аккредитования И увеличения Процентов По договору Сумма будет Еще больше Нежели в данный момент Просто ежемесячный Платеж Уменьшается Бабушка Не надо людей Призывать Туда идти В эту Простите У вас У вас бабушка С вами Или что Или Если я только Чувствую Это такой Семь По-моему Ты бабушка Представилась Вроде бы Ложен Почему Вы тыкаете Мне Это первое Он только Потом Я говорю Вы не в том положении Чтобы Своя работа Привела тебя К тому Что люди Обращаются На ты Потому что Ты бабуся Пришла туда Где делают Люди плохо Я считаю Я считаю Что Ты мне Брать деньги В долг И не отдавать их Вы пользуетесь Чужими деньгами Но Очень хотелось бы Чтобы жизнь Тебя так Треханула Прям Треханула Чтобы ты Свои слова Себе Потом И вспоминала Пусть она Тебя Собонет Бабуся Иди в церковь Сходи Свечку Поставь Лучше Покайся Куда Куда ты На старый свет Приперлась Я Я Указала Чтобы отказались От оплаты Всего доброго До свидания Слушай Слушай Звонок из Барбанка России Меня зовут Сергеева Марина Александровна Наш Вами диалог Записывается Сергеевича Могу услышать Слушай Я могу Услышать Алексея Сергеевича Лагунов Кто меня Слушай Представьтесь Пожалуйста Ваши фамилии Име Отчество Инусик Как? Инусик Вам знакома Алексея Сергеевича Лагунова Телефона С ним можно Будет связаться Телефона У него нет У меня Зоны доступа Он рядом с Вами? Нет Он от меня Прячется Сотрудники Банка По этому телефону Ранее Звонили Да Мне звонили Я все рассказала О том Что он Взял Свою ружеволосую Бестию И они Свалили от меня На остров Мадагаскар А мне Он сказал Что он Поехал Трудиться Овец спасти В общем Я в интернете В одноклассниках Нашла фото Его любовницы И то Что она выложила Фото Что они На острове Мадагаскар Вот Целуются Жирафами Вы Приходите С супругой Все верно? Угу Я больше Не его супруга Я не хочу Его знать Больше Слушай С какими Жирафами Там же Пингвины Были Через Его родственников Через Его родственников Не интересуют Да В смысле Вы же Женщина А как же Посочувствовать Сказать Чтобы я Не переживала Это 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 Ваше Отношение Ну Ты Змея Наш Наш Телефон Вы Можете Передать Через Родственников Алексей Сергеевич Чтобы он Нам Перезвонил А че Рад Я тебе Змеюки Такой Буду Услуги Оказывать 10 тысяч Рублей Услуги Мои Стоят Всего Доброго До свидания Всего Злого Гадюка Алло Здравствуйте Угу ООО МКК СССР Сервис онлайн займа В Гринмане Звонок Поступает вам Помните Такую организацию Организацию Это я помню А вы Из ССС СС ООО МКК Стабильные финансы Сервис онлайн займа В Гринмане Полное название Ну только Представляйтесь СС Радкое Радкое название Помню Да Помню Денег нет Платить нечем Поступление Давайте я представлю Для начала Андрей Иванович Маслов Мой зовут Разговор записывается Вот То есть Не намерены Вы оплачивать За должность В компании Не Не буду голову Вам морочить Не намерена А почему Да нечем платить Вы же Юлия Александровна Брали Займ под обязательство Правильно Которое Ну под обязательство Брала Займ Оплатить нечем Все Нахожусь В отпуске По уходу За ребенком Детские деньги Неприкосновенные Неприкасаемые Больше дохода Новой нет Детские неприкосновенные Да Но вам же выплачивают Декретные Правильно Какой декретный Кто мне выплачивает В отпуске По уходу За ребенком Это не декретно Ну а кто мне платить будет Я что ушла В какой-то Организации Я Работала сама На себя Мое ИП Развалилось От слова Вообще Больше оно не существует Кто мне будет Выплачивать Простите Какой-нибудь там Айди коллег Ну какая разница Договор-то будет Ваш Там будет уступка Простребований Подсессии Ну если вы мне готовы Что-то предложить Я вам Давайте Предлагайте У вас задолженность Компания Вы сумму знаете Нее 7500 у вас В личный кабинет Просто не заходите Уже достаточно давно Конечно нет У меня 30 кредиторов Чего мне шлят По кабинетам Ну оценить Хотя бы Финансовое положение Свое Оно стабильно Ровное Стабильно плохое Правильно Поэтому от посещения кабинета Кстати Ребята Девчата Если у вас пошла просрочка Не заходите В личный кабинет Они это видят И сразу начинают Вам усиленно Трезвонить Нечего в этих кабинетах Смотреть И постоянно туда Заглядывать Если вы надумали Оплатить Это другой вопрос А просто так Посмотреть А что у меня в кабинете Не надо Они сразу про вас вспоминают И давай долбить Правильно я говорю А это вы мне рекомендации даете Да-да-да Ну вдруг На просрочку выйдешь Пойди Знай Какая жизнь Или вы просто даете рекомендации Под запись разговора Чтобы потом ее куда-то выложить Да конечно под запись У меня же телефон Он уведомляет И там слышно О записи разговора Ну да Уведомляет И я поэтому и говорю Что вы так подробно Все объясняете Людям Которые попали В такую же ситуацию А если посмотреть Со стороны организации То эта ситуация Намного плачевнее Чем кажется И смеяться здесь не нужно Ну плачевность ситуации Для организации Я понимаю Вам не очень хочется Даже тот же цессию Даже тот же суд А тот человек Которому нечем заплатить Который попал В долговую Вот эту яму Из которой Ну практически невозможно Ему выбраться Да Когда только может быть Впоследствии Когда-то что-то Он же не просто так оказался И обратился даже в МФОшку Не от хорошей жизни Не того что у него денег Мешки там стоят По всей квартире В МФО уже люди обращаются Когда Ну помощи ждать неоткуда А очень надо Надо на что-то Если человек покупает Мобильный телефон За 200 тысяч рублей Вот этот айфон То я про такого И даже человек Не буду говорить Он залез в долг Лишь бы этот телефон Купить Это не средство Первой необходимости Без него можно Прекрасно жить Но это личное дело Каждого Я говорю Про абсолютно других людей Которые Брали этот микрозайм На что-то Действительно необходимое Вот таким людям Можно помочь Да И подсказать А вот кто Просто Так это Лишь бы взять А потом Я не отдам Тут разговора Уже у меня О них нет Я себя к этим людям Не причисляю И не говорю Что они правильно Понимаете Юлия Александровна У меня нет айфонов У меня нет богатства И у меня взяла деньги Потому что Действительно Было надо И действительно Думала Что Буду Оплачивать И наверное Я даже у вас Делала не одну Пролонгацию Может быть И не делала Уже у вас Могу ошибаться Но думаю Все таки Наверное У нас сила Пыталась Закрыть Пыталась Что-то сделать Нет К сожалению Ни копейки У вас не было У других организаций Было и не одно Продление Понимаете Юлия Александровна Вы так говорите Что компания Выставляете компанию В каком-то свете Непонятном Я же звоню Сейчас вам Не с целью Неправда Я про вашу компанию Если вы Вспомните Я сказала Что ребята Вы нормальные Адекватные Что стабильные Эти финансы Что от вас Еще по агентскому Кто-то звонит Вообще адекватные Не знаю Может кому-то Вы там плохо Что-то сделали Но про вас Никогда бы я не сказала Ни про Гринмани Ни про эту Вы работаете Кстати очень мало Звоните Кстати Очень быстро Идете в суд Все Нормально Так и должны Делать все Вопросов я не имею К вам Правда Расрочку предлагать Нету смысла Вам Нету смысла У меня доход 10 тысяч рублей В месяц Все Хорошо Я вас услышал У вас остались ко мне Какие-то вопросы Нет До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok